Сейчас уже на сайте представлено несколько экскурсий от, допустим, некоторых компаний. Куда поехать и на что посмотреть. Самые интересные места области на одном сайте. Над интернет-сервисом для путешественников Андрей работает уже больше года. Но активно развиваться проект стал только в последние месяцы, признается Волокжанин. С тех пор, как молодой человек попал в каворкинг-центр. Здесь оптимальные условия для работы, то есть свободный, по сути, график. То есть мы можем удобно построить рабочий режим свой, собираться большим количеством людей, разных в областях специалистами, которые являются, и решать общую задачу. Проект бизнес-инкубатора «Каворкинг-центр» существует не больше года, но уже доказал свою эффективность. Как, впрочем, и другие ресурсы по поддержке малого и среднего бизнеса, которые были запущены на Волокжанин в последние годы. Правда, если раньше они были самостоятельными, то теперь объединяются в единую организацию – региональный центр поддержки предпринимательства. Сегодня его торжественно открыли в областной столице. Бесплатная консалтинговая и бухгалтерская помощь, предоставление грантов, продвижение товаров, защита интересов. Как и прежде, все услуги будут оказываться либо бесплатно, либо на льготных условиях. Плюс региональный центр будет выполнять функции общественной приемной и уполномоченной по правам защиты прав предпринимателей. Все это локализуется в одной организации, которая планирует оказывать свои услуги по принципу одного окна. Помогать начинающим предпринимателям в этом центре готовы не только на месте, но и дистанционно. С сегодняшнего дня на Вологодчине открыта горячая линия. По номеру 512 специалисты готовы ответить на любые вопросы. Новый центр, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Олег Кувшинников, ускорит развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Только сейчас в этой сфере заняты без малого 200 тысяч волокжан. Зарегистрировано свыше 11 тысяч предприятий. Наша главная задача – это увеличить количество занятых на малых предприятиях. Наша задача – это увеличить количество самих малых предприятий, увеличить оборот торговых предприятий. На сегодняшний день составляет более 300 миллиардов рублей, но это не предел. Я считаю, что оборот малых средних предприятий надо поднимать до 500 миллиардов рублей в год. В приоритетном порядке получат поддержку те, кто сегодня работает по программам импортозамещения. Это касается как используемого в работе сырья, так и конечного продукта, которые раньше завозились из других стран. Ярким примером тому могут служить предприятия, которые специализируются на переработке сельхозпродукции. Таким компаниям правительство области готово на особых условиях выделять субсидии и оказывать грантовую поддержку. Уверен, что поддержка нашего местного товаропроизводителя полностью заменит те импортные аналоги, которые на сегодняшний день присутствуют в федеральных торговых сетях. Мы готовы заместить все импортные аналоги. Только на руку программа импортозамещения сыграет и этому предприятию. Современные полиэтиленовые трубы для различных нужд раньше закупались исключительно за границей, сейчас производятся на заводе в Вологде. Пока производство загружено лишь наполовину. Расширение рынка сбыта, уверенно в компании, уже в ближайшей перспективе позволит в разы увеличить объемы готовой продукции. И новый предпринимательский центр готов им в этом помогать. Я предлагаю вам совместно с Центром поддержки предпринимателей разработать маркетинговую программу в соответствии с теми санкциями, которые вводятся против Российской Федерации, распространить информацию о вашей продукции на всю территорию Российской Федерации и готовиться к загрузке на 100% мощности. Не останутся без внимания и предприятия, которые сейчас находятся за пределами крупных городов региона – Вологды и Череповца. Центры поддержки предпринимательства, подобные тому, что открылся в областной столице, в скором времени появятся во всех муниципальных образованиях. Такую задачу сегодня поставил Олег Кувшинников. Евгений Осколков, Василий Попорин. Новости Вологды. Евгений Осколков, Василий Попорин. Новости Вологды.